Сегодня я поделюсь с вами своими секретами, как носить костюм в жаркую погоду и роскошно выглядеть, чтобы не потеть. Вы готовы? Давайте сделаем это. Пару лет назад у меня был знакомый, который работал вышибалой в клубе в Вегасе. Это был люксовый бар, у них был дресс-код, все мужчины должны были носить костюмы. Проблема была не только в том, что на улице стояла жара. В самом клубе, где он должен был работать, была нереальная духота. Что же он делал, чтобы переносить эту жару? Начиная с плеч, он срезал рукава у рубашки. Затем он выворачивал свой пиджак и срывал с него всю подкладку. Сегодня в видео я не буду вам давать такие радикальные рекомендации. Я просто порекомендую вам, как подобрать подходящий набор одежды. Плюс дам еще пару секретов, которые можно будет применить, когда вы носите костюм в жару. Первым делом надо найти подходящий пиджак. Так что поговорим о подкладках. Большинство пиджаков имеют полную подкладку. То есть она проходит по всей внутренней длине пиджака. Если вы когда-либо видели это, то знали бы, что пиджак внутри выглядит очень хаотично. Если вы приобрели себе пиджак с половинной подкладкой или с частичной подкладкой, то вам придется доделывать это, что будет дороже, так как требует много ручной работы. Скажем, вы решили купить себе пиджак с подкладкой. В таком случае стоит избегать полиэстера, потому что пиджак с такой подкладкой очень плохо подходит для жаркой погоды. Лучше выбрать подкладку из беймберга, шелка, но его сложно заменить и сложно ухаживать. Вот это пиджак с полной подкладкой. Мне нравятся пиджаки с подкладкой, потому что они более прочные и более дешевые. Еще один плюс таких пиджаков можно выбирать среди множества рисунков и цветов. Посмотрите вот на это. Разве это не прекрасно? Но проблема всей этой подкладки в том, что она будет греть. Этот пиджак с половинной подкладкой. Мы видим, что на задней части пиджака нет никакой подкладки. В нем будет прохладнее, особенно если ткань дышащая. Такие пиджаки по-прежнему будут иметь подкладки на плечах, потому что вы будете часто двигать руками, и эта подкладка будет защищать ткань, чтобы она прослужила дольше. Также подкладка есть и на передней части пиджака. Для чего они делают ее? Потому что она создает форму груди и также делает вид пиджака более изящным, так как эту часть очень сложно сделать красивой. Следующий пиджак с частичной подкладкой. У него открытая спина, и спереди мы можем видеть, что он более открыт тут, снизу. Но мы по-прежнему видим подкладку тут, на уровне груди. Давайте теперь поговорим о тканях. Вы услышите о фреско, тропической легкой шерсти. Оба варианта отличные, если у вас получится их найти. Тропическая шерсть – это шерсть, которая будет очень тоненькой. Это позволяет воздуху свободно ходить, она очень легкая. Если говорить о хлопке, то да, конечно, мы увидим много пиджаков из этого материала. Мне нравится что-то наподобие индийского сморщенного хлопка. Он очень плотный и при этом дышащий. Давайте сейчас поговорим о лне. Я сам одет сейчас в пиджак из льна. Проблема льна – он очень легко мнется. Что мне нравится в этом материале – это то, как он соткан. Он очень воздушный. Воздух будет проходить просто насквозь. Но в целом, эта ткань является более casual. Давайте перейдем к выбору цвета для костюма. Вам лучше выбирать светлые цвета для летнего периода. Почему? Светлые цвета более прохладные. Белый – он отражает все другие типы цвета. Черный – он впитывает все цвета, и за счет этого он горячее, как и все темные цвета. Поэтому синий, темно-серый – в них будет жарко. Вам лучше выбрать белый, слоновой кости, бежевый. Попробуйте светло-серый или пастельные цвета. Светлая – летом лучше всего. Давайте сейчас поговорим о нарушении правил. Есть правило застегивания пуговиц на пиджаках. В целом, если на пиджаке две пуговицы, то верхняя всегда должна быть застегнута, когда вы стоите. Если три пуговицы, то всегда застегиваем среднюю пуговицу. Никогда не застегиваем нижнюю. Но в жаркую погоду про это можно забыть. Вы можете расстегнуть свой пиджак, когда вы ходите, потому что вам нужно, чтобы воздух циркулировал. Вы хотите, чтобы воздух охлаждал вас. То же самое можно отнести и к рукавам, особенно если у вас есть пуговицы на рукавах. Также можно расстегнуть манжеты на рубашке. Также не бойтесь просто снять пиджак. Если вы будете путешествовать, будете в дороге или просто сидеть в офисе. Если вы хотите охладиться и вокруг жарко, то не надо терпеть и делать из себя непонятно что. Просто снимите пиджак и повесьте его на стул. Еще одна опция – это надеть жилет. Что мне нравится насчет них? То, что они могут сформировать полноценный образ. Они не такие нарядные, как пиджаки. Но когда на улице стоит жара и все мужчины снимут пиджак, это поможет вам выделиться на общем плане. Он удлиняет ваши руки, создает вам плечи и улучшает общий вид груди. Давайте подберем правильную рубашку. У меня вот льиная рубашка. Она темного цвета. Это помогает прятать складки. И если вы носите льиную рубашку под пиджаком, даже если она мятая, то пиджак скроет эти морщины и никто их не заметит. Хлопковые рубашки тоже отличная опция, но обращайте внимание на вес. Вам нужно легкое с широким плетением. Комбинация из хлопка и льна. Мне очень нравится такая комбинация. Их немного труднее найти. Ну а по мне так вы получите сразу лучшее от этих двух миров. Воздушность льна и покладистость хлопка. Еще одна опция – это современные материалы. Суть в том, что эти рубашки сделаны специально, чтобы тело могло дышать. Они отлично пропускают влагу, и вы будете чувствовать себя комфортно в пиджаке. Еще одна опция – можете попробовать надеть поло с коротким рукавом. Она хорошо выглядит, и в ней будет достаточно прохладно, и она пропускает воздух. Давайте поговорим о размерах. Во время лета лучше подбирать более широкую одежду. Так что можно взять себе более открытый пиджак, рубашку размером больше. Также хорошо поискать свободные штаны, особенно вокруг бедер. Вам не нужны горячие места. Говоря о брюках, давайте пробежимся по краю. Большинство мужчин предпочитают четверть или половину длины. Во время лета я рекомендую выбрать укороченный вариант. Еще одной опцией может быть подворот. Но стоит быть внимательным, так как это очень кажул. Также можно их подшить. Но в любом случае, укороченный вариант позволит воздуху циркулировать больше в нижней части ног. Это приводит нас к следующему пункту – обуви. Скорее всего, идеальной обувью для лета будут лоуферы. Что мне в них нравится – это легкая кэжуал обувь, но она отлично смотрится с костюмом. Существует большое разнообразие лоуферов. Они легкие, и в них гораздо прохладнее летом. Скажем, вы хотите что-то более роскошное. Тогда выберите более темный цвет. И при этом вы по-прежнему можете сделать так, чтобы это было прохладно. Заметили? Это перфорированная кожа. В ней есть отверстие, что позволяет воздуху циркулировать. Конечно, это более кэжуал опция. Если вы хотите что-то понаряднее, то можете выбрать замшу. Не забывайте про бельгийские лоуферы. Они более нарядные. Кстати, обратите внимание, у меня в них стоит распорка. Я бы рекомендовал менять свои лоуферы. Зачем? Потому что нога будет потеть. И лучше не надевать от нее те же туфли снова и снова. Иначе они потеряют форму. Следующий секрет – невидимые носки. Пора вам их полюбить. Они защищают вашу обувь. И в них гораздо прохладнее ноги летом. Если ногам прохладно, то всему вашему телу более комфортно. Далее надевайте шляпу. Хорошенькая, классическая Панама. Это позволяет вам носить всегда с собой свою собственную тень. Так что, когда вы на улице, и там жарко, солнце или дождь, такая вещь вам очень пригодится. Также вы сможете выделиться на фоне остальных ребят. Вы даже будете задаваться вопросом, почему никто из них не носит с собой свою собственную тень. Давайте поговорим о том, что вы едите. Верите или нет, но одна еда даст вам прохладу, а другая еда разогреет вас еще сильнее. Итак, продукты, которые вас остудят – это вода, арбуз и зелень. Что же наоборот даст вам жару, скорее всего, это жир, углеводы и белок. Когда ваш организм будет их перерабатывать, то ваша температура может повыситься. Много продуктов в списке, но один, который мне приглянулся – это мороженое, сюрприз, пиво и рис. С рисом понятно, но я знаю, что многие из вас любят выпить прохладного пива. Но будьте внимательнее, пиво может вас разогреть. Кстати, такой вот момент. Многие из вас знали, что холодный душ может помочь справиться с жарой. Да, это так, но вы когда-то слышали о ментоловом мыле? Это мыло с ментолой, мятой и мелисой. Когда пользуешься таким мылом, то оно охлаждает кожу. Я пользуюсь таким, и иногда выхожу дрожа из душа в жаркий день. Ты одеваешься, и даже в жаркую погоду, как минимум в течение часа, ты чувствуешь себя роскошно. Ну что, какое видео посмотреть дальше? Рекомендую к просмотру вот это – отличная летняя обувь. Я говорю в нем о лоуферах, различных стилях и как их добавить в гардероб.